День поля мы проводим с 2010 года. Это у нас по счету уже получается 14. Мероприятие стало традиционным. Мы рады всех приветствовать на нашем ежегодном Днем поля. Мы проводим дем показ самых лучших сортов краснодарской селекции, самых передовых, самых урожайных в нашей неустойчивой зоне земледелия. Сегодня будут представлены те сорта, которые уже включены в госреестр и занимают большие площади в нашем озимом клине. И те сорта, которые еще только находятся на госсортоиспытании, это Милаша, Буран, 88-й, Энергия, которые, надеемся, имеют очень хорошие перспективы для расширения ареала возделывания. На сегодняшний день самыми продуктивными и урожайными сортами являются это полукарлики. Мы в своем хозяйстве делаем ставку на них. Это сорта Школа, Победа, Кольчуга, Гром. От Старой Тани мы тоже не отказываемся. Сорт очень урожайный и показывает стабильно высокую динамику по годам. Новинки, которые у нас имеют, это сорт Прайм, очень высококачественная пшеница. По урожайности приближаются к топовым сортам, а по выходу протеина из гектара намного их превосходит. Ну, в принципе, про Таню рассказывать уже много не надо. Действительно, сорт уже заслуженный, заслуженный. У нас, говорят, 5-6 лет сорт живет. Но вот Таня исключение. Она с 2005 года, ей уже сколько, уже почти скоро 20 лет, и она востребована, и будет востребована, и входит в десятки самых распространенных сортов в России по площадям. Почему она востребована? Ну, во-первых, это транслокация у нее отритикали, мощная корневая система, и она один из самых немногих сортов, которые и низкоростые, очень интенсивного типа, и устойчив к фузырезу колоса. Поэтому у нас много на Кубани, на юге России предшественника кукуруза на зерно, и вот в некоторых регионах, вот там, где кукуруза и сильный фузырез, только Таня может давать высокий урожай, действительно, и быть гарантированно генетически защищенная от фузыреза. По нормальным питаниям отличное качество у нее, но изначально ее внесли в результат филеров типа среднее качество, плохое, потому что просто не додавали удобрения. Вот Виктор Виктор здесь хорошо кормит, поэтому здесь у него и варной хороший, и будет сильная пшеница. Поэтому... Что? Здесь фон Виктор Викторович расскажет, но я знаю, что он в подкормку дает не меньше в сумме 4 центра в селитр и в пересчете. Получается 2 центра в первую, 2 центра во вторую, сульфат аммония дает в осени полтора центра, аммонфоса полтора дает, и здесь поясненно все не гуще 100 килограмм на гектар. Вот посмотрите, это 100 килограмм на гектар, посмотрите, какая масса, как кустица. Поэтому он в этом году уже говорит, я ему звоню, как дела? Он в 10 февраля уже подкрынул, что не рановато, говорит. А потом говорит, вот то, что в конце февраля подкрыл, уже поздно получилось, уже не так хорошо. А вот 10 февраля он посмотрел погоду, и вот видите, какое замечательное состояние. В общем, сорт Таня уже, как говорится, заслуженная, но до сих пор нельзя ее списывать со счетов. Но вот сорт Школа также отличается очень хорошей морозостойкостью, очень хорошей жаростойкостью. Сорт очень крупнозерный. Вот в прошлом году такая же ситуация была, что вот сорт распространили по производству, и все были нарекания, ну вот он неровный, неровный, неровный. Когда урожай убрали, все сказали, все нормально. Все нормально, все довольны, потому что выше всех дал. И урожай выше всех, и качество отлично. Поэтому сорт качественный, заслуживающий жаростойкий, причем районирован одновременно по четырем регионам. У нас в Центрно-Черноземном, Нижневодском, Средневодском, что будет его широкой адаптации. Вот люди приехали, вот стоит сейчас замечательный человек из Курской области. Вот там условия своеобразные, у них была ледяная корка притертая, 15 сантиметров очень долго. Там поклепало так пшеницу, что просто-напросто страшно было смотреть. А сорт школы себя хорошо очень показал, ледяную корку выдержал, и дал хорошее урожай, и качество тоже хорошее. Поэтому сорт востребован повсеместно. И вот сорт школы Людмила Андрея назвала школу Академика Лукьяненко. Действительно, работы ведутся, работы не останавливаются ни на миг. Но вот этот сорт один из немногих, который и жаростойкий, и засухоустойчивый, и он еще нормально переносит фузырё с колоса. Он может сесть по кукурузе на зерно, как и Таню. Сорт, обратите внимание, он только-только начинает набирать площадя, и я думаю, у него еще большое будущее. У Виктора Викторовича он тут получал 90-95 центнеров в прошлом году, в позапрошлом году на сорте школы. Сорт Победа 75. Новый сорт, который только в прошлом году был районирован. И опять же у Виктора Викторовича в прошлом году здесь на больших площадях он получал 90 центнеров. Замечательный сорт. Посмотрите, у него и крупное зерно, и крупный колос, и у него хороший иммунитет к болезням. Сорт устойчив к желтой ржавчине, устойчив к септориозу. Поэтому отличная устойчивость к полигону. Несмотря на то, что вы видите, у него крупная такая достаточно биомасса, он засухоустойчивый, жаростойкий. У него есть такое подгорание кончиков листьев, но это физиологическая реакция. В принципе, на налив она не влияет, и налив происходит хорошо, и зерно получается крупное. Поэтому сорт только-только начинает сейчас занимать площадя. Это очень красивый сорт по зерну, это качественная пшеница, сильная пшеница с хорошей морозостойкостью. Поэтому рекомендуем его высевать на высоком агрофоне, получим предшественник с большими дозами удобрений. Но единственное, что-то не совсем рекомендуем на фузарез, на кукурузное зерно. Поэтому мы сейчас говорили про школу, мы говорили про Таню, вот по кукурузе можно. Победу нежелательно на кукурузу, все-таки больше повреждается фузарезом колса, поэтому не каждый год, но это может случиться. Поэтому не рискуйте. На высоком агрофоне она будет давать хороший урожай и хорошее качество зерна. Крупное зерно, отличная урожайность, хорошая засухоустойчивость. Его отличительная характеристика, очень сильный восковой налет. Вот посмотрите, он прямо аж серебряный стоит. Если на то пошло, в его крови как раз течет, вот раз шарозер на 3К летит. Получается, помните, вот у Викторовича рос, мощная корневая система, вот. Вот это как раз один из родителей этой формы, получается. Да, получается по цвету. Значит, что из недостатков, которые надо учесть? Колс очень крупный, озерненный, долго достаточно цветет. И он сорт низкорослый, он склонен к поражению фузарезу. Ни в коем случае кольчугу на кукурузу не сеять. Запомните, что она всегда. Таню можно сеять, школу можно сеять, победу, когда никогда можно сеять. Кольчугу никогда. Потому что, если будет фузарез, он его в первую очередь повредит. Кольчугу крупный, многоцветковый, озерненный и низкорослый. Поэтому малейшее поражение будет его больше затратить. Поэтому на кукурузу не сеем. Сеем по гороху, по гороху, по свекле, по подсолнечнюю, всеем, да. Колоссовой, по колоссовой тоже можно сеять. опять же когда городка на свой показал я спрашиваю регион можно сеть пока самолос кастандаре это лотерея ты можешь все правильно сделать все разложить поможет так ничего не получишь а бывает года на борт хорошие на все визу не края констатского здесь у вас колоссовый пришественник законный хороший пришественник но я спрашиваю какой будет будете сеть пшеница пшеницы 7 3 или 5 понимаете потому что вот когда 11 такие нюансы появляются уже не знаю что вообще и делать но сейчас сорт гром уже занимает первое место по площадям в россии он уже стал у нас потихонечку отходить на юге он уже требует очень большое количество защит потому что он повреждается к сожалению и септориозом повреждается бурой сжавчиной желто на него садится поэтому требует огромного количества химических вливаний чтобы нормально получить урожайность а в центральной россии за урале он только-только пошел столько таксал появляться и только-только люди его распробовали тоже много анекдотов ходят вот просто вот алексей сергеевич был в самаре если не ошибаюсь там тоже ну там крема другой из и суши и удобрений меньше и вы в общем все наши сорта там уменьшаются высоту еще меньше становится получается игром посеяли горит мы его только не за дисковали потому что весну не было трактора потому что но лень было далеко ехать было ну такое а я только заехали 70 центеров упали может у нас 40 никогда не было тут раз 70 и поэтому и теперь вот начинается распространение в тех регионах действительно в свое время совершил революцию тем что видите колосев много колосев ярусахмышка но даже в самом маленьком колоске полноценное зерно вот посмотрите вот этот как фактический сорт кактус я могу сказать посмотрите как у него листочек жиры сворачивается в трубочку чтобы максимально экономить воду но если пощупать и колоси тяжелые тугие они набиты зерном вот сорт таврида тот сорт который действительно раздавался за засушливых условиях и крыма потому что древнее название крыма таврида действительно там делают зараза засуха суховей как сейчас у нас присутствует вот это идеальное сочетание причем сорт и морозостойкий и сильная пшеница высококачественный очень засухоустойчивый но вот до сих пор еще сорта испытания не приняли решение его включить госреестра таврида это вот как раз для засушливых областей вот в этом году он себя покажет потому что условия сейчас экстремальные по климату и вот и он наиболее приспособлен видите он не перегревается меньше расходует воды все идет как говорится на зерно и он устойчив к фузариозу его можно также сеять по кукурузе на зерно это сорт из группы зимостойких у нас есть несколько направлений селекции вот Геннадий Мичнобоков он как раз любит заниматься скороспелыми сортами у него сейчас это изабель скороспелый сорта стистый юбилейная 100 вот еланчик который вы сейчас все любите и сеете тоже но он среднеранний сорт еланчик и вот здесь он тоже типа создает сорт такого же типа как еланчик скажем так но с большим потенциалом продуктивности потому что этот сорт он считает среднеранним его но в отдельные годы когда особенно Виктор Ильич хорошо подкормит и он будет как среднеспелый значит сорта отличается очень высокой морозостойкостью отличается крупным зерном хорошим иммунитетом хорошим качеством сильная пшеница поэтому вот все кто сейчас любят еланчик и сеют надо попробовать арену он также должен давать и качество и урожайность и стабильность за высокой морозостойкости из хорошего иммунитета поэтому на средний на высокий агрофон не желательно сеять по кукурузе но по остальным предшественникам будет себя показывать очень хорошо поэтому жаростойкость за счет скороспелости все-таки он уходит да да он выше еланчика но еланчик просто наклоняется здесь он прямо настоящий колос он тащит кверху в принципе практически там день-два разницы будет я могу сказать что и еланчик и арена в принципе те сорта вот примерно одного направления использования они и высокий потенциал и хорошая морозостойкость и у вас просто в ваших условиях когда засуха когда в ваших условиях нехватка воды вам нельзя слишком много сеять позднеспелых сортов можно позднеспелым а потому что с с altura от может больше потенциала но будет ли вода с неба чтобы подраз expedition сформировать поэтому нужно сопа который могут быстро сформировать урожай быстро сформировать как говорится налив и уже если даже нехватка воды будет хороший урожай а поздняки будут давать только когда поздние дождики выпали понимаете они не каждый год выпадают но все нас тоже нужно сеешь потому что годы бывают разные поздики тоже выстреливают но вот основу ваш их сортов гордости мата российские среди спелый средний ранние сорта составлять значит у арены я считаю что потенциал выше а я ланчик уже входит десятку самых распространенных сортов в россии сорт саться почему так назвали долгая история но очень высокая устойчивость к фузарезу по-болгарски и многих других языках куза царевица поэтому ее можно сеять в этот сорт отлично себя показывает по фузарезу по кукурузе на зерно в общем сорт для предшественника кукуруза на зерно по царевице но царевица длинное название царица тоже название длинного валия солистация поэтому сорт саться по царевице можно сеять его по кукурузное зерно но при этом очень урожайный очень крупнозерный хороший иммунитет единственное что его не сильно сильно заглушать не нужно 5-6 миллионов сеть у них тяжелый коз просто есть опасность полигания соответственно сеть его надо на среднем агрофоне по пропашенным предшественникам со средним количеством удобрений и он будет давать очень высокий урожай и неплохое качество поэтому если будет сеять на высоком агрофоне давать как говорится много удобрений тут уже будьте добры и давать эти самые ретарданты и не загущать тоже потому что да он будет давать везде хорошо но на высоком агрофоне есть опасность раннего полигания чтобы этого не произошло нельзя загущать нельзя 5-6 миллионов сеять надо 3-4 максимум и если много удобрений даете даже давать ретарданты тут у питания ждает ретарданты чтобы притормозить свой рост соломины а так вот чтобы если вы не хотите заморачиваться тратить нести затраты но про большим предшественникам по кукурузе по подсолнечнику все эти три с половиной миллиона давайте там полтора плюс полтора селитр и среднем уровне удобрения будет у вас хороший урожай сорт век сорт федорка колесникова царство небесное я уже дорабатываю материал чем отличается почему мы назвали во первых так потому что тот год его передачи праздновала в двадцатом году 100-летие научной селекции на станция селекционная была организована счет до первой мировой войны в конце тринадцатого года но нормальная работа уже после мировой войны прошла и уже в двадцатом году начали работу и вот столетию уже селекции научной пшеницы мы передали этот сорт а в чем же заменовался такое вот название громко дело в том что уникальное сочетание обычно сорта боли или урожайные или качественные но не может быть одновременно сорт как говорится так вот и давать и супер кучу крахмала и кучу белка это разные вещества и в разное количество энергии надо поэтому сорта бывает или уже или качественные а если что-то в посередине то обычно ни того ни другого вот здесь редкое исключение сорт оказался и очень урожайным когда вы брали урожай смотрим да он там в пятерки лидеров прямо там не хвосте прямо наверху а когда я посмотрел качество это бы не может быть он там на полтора процента выше белка чему в тех же лидерах которому соревнуются поэтому он может 15-16 процентов белка при урожайности 80 85 процентов центеров поэтому очень круто и поэтому когда почитали сбор белка можешь не только кармал урожай можно почитать у него полторы тонна там белка выше всех он там обгонял всех поэтому у кого вопрос сейчас качество стоит вот пожалуйста будете сеть у вас и урожай будет и качество очень хорошего для подбора он во все годы мы посмотрели данные за многие года и причем он подтверждает это поэтому сеть его на высоком агрофоне у вас или восковый налет крупное зерно под 50 масса тысячи также немножко повреждается фузареза можно но нежелательно на кукурузу есть более лучше отлично будет по подсолнечнику он средний ранний но бывает как среднеспелые но крупное зерно и главное что очень высоко белковая поэтому редкость считать сочетание и высокая урожайность и высокого качества и хорошая морозостойкость в этом году в ульяновский посели поздно не мнение вообще когда нельзя было нормально перезимовал последний с другими сортами сорт prime это шаро-озерная пшеница сорт шаро-озерность вообще что дает жесткую соломину устойчиво к полигонию мы работаем над этой культурой потому что не очень высокое качество генетически но нам было необходимо понять продуктивность потому что качество было высокое продукте слабовато люди все арену качество качество нужно чешу урожайность его сорта правила смогли достичь урожайности мягкой пшеницы и в этом сохранили высокую высокая качество содержание белка и кликовины причем сорт очень высокой морозостойки он районирован по всей россии по всем 12 регионам получается там в архангельске ну понятно не знаю дойдет туда не дойдет но в принципе морозостойкость надежная его можно сидеть повсеместно очень густой крупный колос сферическое зерно позволяет также увеличить выход муки у кого есть мельницы потому что больше объем при меньшей поверхности на трубе меньше уходит на муку больше ответственно меньше потери значит если мы говорим что сортности и продуктивности и качество сохранил эту виктора лица вот на этом же поле буквально прошлом году он дал 80 центеров при 15 3 белка поэтому принципе и качество и количество есть но эта культура высокого графона нужно хорошо кормить и все у вас будет пожалуйста интересная культура шарозерная пшеница и вот новый сорт хит который вот вы лично мой сорт значит особенно создавался в программе на устойчивость к фузариозе у него самый высокая устойчивость к фузариозу еще него генетическая высокая устойчивость головне его конечно больше нашего потравлив thank you more небольшей степени повреждается вообще твердой головне ой это сорт длякукуру на зерно потому что у него небольшого размера коску осет многие быца светают и соответственно меньше времени или повреждения фузариоза поэтому-кукура зерно нам высоком графоне он будет давать высокое качество. Сорт засухоустойчивый. Хороший иммунитет, но от боя его надо тоже защищать, как и гром. Получается. Высокий 8-9 тонн он дает. Да, и сильная пшеница. Главное его устойчивость к фузариозу. Можно, по посолнечнику. Можно и нужно, но кормить надо хорошо. Давать питание. Вот как раз средний, поздний, крупноколодший сорт. Очень высокий потенциал. Очень крупное зерно. Но вот мы будем надеяться, что у него хватит засухоустойчивости. Потому что сейчас, конечно, жара, засуха. А ему еще наливать и наливать. Поэтому надеемся, что сейчас у нас пойдет. Даже если ножичков не будет, он все хорошо покажет. Это средний, поздний сорт. Очень крупноколосый. И лист широкий, и зерно крупное, и колос крупный. Поэтому... Да, да, да. Чем-то похоже. Поэтому этот сорт тоже нужно иметь средний, поздний сорта. У них самый высокий потенциал. Для потенциала нужны осадки. Не каждый год они получаются, но когда осадки выпадают вовремя, то такие сорта, да, дают, как говорится, высокий урожай. Сорт уже районирован. А урожайных судьбов? Он может и стоить, сто десять центров давать. Может вполне себе. Вот в Курской области такие урожаи получаются и в делянках, и в производстве. Сорт землясевка 150. Поэтому это один из многих сортов, которые вообще нельзя загущать. Он очень сильно окустится. Если посеете 5 миллионов, он перекусится, она поляжет, ничего не получите. Его можно сеять 3 миллиона, не больше. А Виктор Викторович чувствует 2 миллиона тут сеет. Сорт отлично окустится. И очень взрослойкий и засухоустойчивый. Несмотря на то, что он средний-поздний, тут видно какие-то были разворотные полосы, видно, чтобы поле неравномерно взошло. Но при этом колосостойный полос очень хороший. Вот перед вами новейшие сорта, которые еще в испытании. И вот сорт Милаша. Ну, Милаша у нас женское имя. Видите, это группа Тритикаля. У них лаборант работал, очень такой, Людмила Викторовна. И вот в честь нее назвали Милаша. Она уже на пенсию ушла. Посмотрите, замечательно смотрится сорт. Видите, хороший густотой, стеблистой, крупный колос. Он один из лидеров продуктивности. Тритикальцы всегда занимались именно адаптивностью. В том смысле, что скрещивали рожь, Тритикаль из пшеницы, чтобы перенести вот эту мощную корневую систему от ржи, от Тритикаля в пшеницу. И были сорта, кто помнит, и Кнежна, Красота, Половчанка. Очень жаростойкие, засухоустойчивые, солистойкие. Потом была вершина и доля. Потом лебедь долго выращивали, кто помнит, получается. Очень хорошие сорта, с очень мощной корневой системой. Очень продуктивные, адаптивные, неприхотливые. И вот здесь работа продолжается. И вот адаптивность ржи, адаптивность Тритикали. Была еще добавлена густота, стеблистой. Видите, хороший колосостой от полукарликовых сортов Беспалова и Людмилы Андреевны. Понимаете, вот видите, удалось объединить очень высокую продуктивность и очень высокую адаптивность. Поэтому сорт сейчас один из лидеров продуктивности в сортоиспытании и в нашем, и в государственном. Очень хорошая урожайность, хорошая качество, хорошая неприхотливость и адаптивность. Поэтому уже сейчас видно, что он представляет собой хорошее внимание. Нужно на него обратить внимание. Я хочу обратить внимание на Балан-88. Чем он хорош? Видите, тоже сильный восковой налет. Но вот этот сорт отличается и хорошей морозостойкостью, очень хорошим качеством и отличным фузариозом, отличной устойчивости к фузариозу. Поэтому один из лучших сортов для возделания по кукурузе на зерно. У кого только предшественник есть, такая проблема есть. Поэтому сорт с хорошей урожайностью, с хорошим качеством, с хорошим иммунитетом. Тоже проходят государственные сорты испытания. И вот, мне кажется, он неплохо смотрится и колоссостой хороший, и крупный колосс, и иммунитет хороший, и морозостойкость хорошая. И вот твердая пшеница одна из лучших по жаростойкости, за сухоустойчивостью. В вашем регионе, в принципе, она должна занимать большие площадья. Главное, выставить логистику со сбытом. Потому что продуктивность у нее уже такая же, как у мягкой пшеницы. Цена выше. И в некоторых годах доходит цена чуть ли не в два раза выше. Получается, буквально два года назад, вот, Донская продавала по 35 рублей килограмм. При урожайности, как говорится, такой же, как у мягкой. Тогда было 18 мягкая, а 35 твердая. А она дует 8-9 тонн, может давать вполне себе. И она жаростойкость, устойчивая. Значит, чтобы нормально зимовала, желательно, чтобы она ушла в пущение. Тогда иногда, поэтому сеять надо в оптимальные сроки. Она меньше вирусами не повреждается, поэтому в оптимальные сроки ее сеете. Получим, да, середина к тебе. Получим предшественника, нормально кормите. А засуху, жару она отлично переносит. Качество критерия у нее одно важное. Стекловидность. Поэтому на белок, на крыльковину смотрят в последнюю очередь. При покупках твердой пшеницы смотрят стекловидность. Поэтому, как только она созревает, ее нужно сразу убирать. А если перестает неделю, две, три дожди пойдут, она теряет стекловидность. И товарный вид теряет, и цену теряет. Поэтому, кто сеет твердую, все знают, что нужно... Вот, созрева убрал, созрева убрал, созрева убрал. Вот, сорт Б, один из урожайных, один из скороспелых, из устойчивых сортов уже районирован. И у Виктора Витача он возделывается и сеется, в принципе, и в соседних хозяйствах. Вот, завтра будем проводить в Донском. В Димполе тоже сеется большое количество твердой пшеницы. Поэтому культура интересная, важная и экономически рентабельная. Со временем, думаю, она даже свое место займется. Виктору Викторовичу огромное спасибо за то, что пригласил. Постоянно мы проезжаем, берем, обновляемся новые сорта семян. В этом году у нас Победа-75 есть. Сорт Мане, сорт Школа. Вывели сорта Сабербаш, был Яланчик. К нам они не подошли, сильно высокие сорта. Каждый год Виктор Викторович приглашает. Проезжаем, все нам нравится, все устраивает, выбираем новые сорта. С Виктором Викторовичем сотрудничаем, наверное, больше 5 лет. Цель направленно ехали в это хозяйство. Знаем, что здесь очень высокая культура земледелия, высокого качества семена, наслышанные. Наш район его любит. Яченко, как бы, все его знают. Присмотрели пару сортов для себя, очень интересных, инновационных. И, как один еще из самых ключевых, наверное, для чего едем, едем пообщаться с наукой. То есть это люди, считаю, которые работают ради нас, на благо нас. Именно вот Алексей Яновский, в частности Боровик. Это очень прекрасные люди. И всегда подскажут, и новинками поделятся, и прямо именно ради живого общения. Краснодарская селекция на сегодня является лидирующей в мире. Заняли, значит, самые верхние строчки рейтингов по урожайности и качеству зерна. Поэтому мы рады предложить нашим потенциальным покупателям самые современные, самые лучшие сорта именно Краснодарской селекции. Редактор субтитров А.Семкин